Я хочу сказать, что у нас на сайте в разделе «Аналитика» было 1-2 статьи на эту тему, поэтому лучше там посмотреть. А здесь я скажу только некоторые моменты, просто чтобы ответить на ваши вопросы, может быть, дополнить то, что там было сказано. А именно, примерно около месяца тому назад, один израильский полицейский, будучи в отпуске, с женой и тремя маленькими детьми, проходили в районе Хайфы где-то, увидели трех подростков, так называемых, хифиопских, которые избивали мальчика. Он тогда подошел, чтобы остановить это избиение, или там они пытались забрать у этого мальчика что-то, какие-то там авторучки, телефон или что-то. Тогда они стали агрессивно с ним разговаривать, а полицейский был не в форме, они не поняли сразу, что это полицейский. И один из них стал бросать в него то ли камни, то ли что-то, сейчас это расследуют полиция, не могу сказать точнее. Но так или иначе, будучи не маленьким уже ребенком, а где-то 18-летним, бросился на него, а у полицейского был пистолет, и тот вытащил пистолет и выстрелил в землю. Не в этого юноша, а в землю. Пуля рикошетом отскочила и попала тому в грудную клетку, и тот умер. Как будто бы судебная экспертиза подтверждает это. Так что не было убийства, а был такой несчастный случай, но была серьезно опасна для полицейского и его трех, и, повторяя, маленьких детей, и для его жены. Мгновение ока это всколыхнуло многих. Каким-то образом организовались демонстрации. Я говорю, каким-то образом не случайно. Эти демонстрации приняли жестокие формы, погромы обычных людей. Перекрытие шоссе, перекрытие дорог. Повторяю, обычных людей, не правительственных, ничего, а просто против людей, против всех. Каким-то образом бутылки зажигательной смесью возникли, я все иронически говорю, в кавычках. Какие-то организаторы появились, какие-то указания стали даваться. Все это наблюдателю было очевидно, что это не спонтанно. Само убийство это было, или смерть, была спонтанная, конечно. Никто не планировал, не подготовил. По крайней мере, об этом никто не может говорить. Но все остальное было очень быстро. И как-то профессионально. И как-то даже четко. Включая, якобы, такие вот эксцессы по сжиганию машин, людей вытаскивали из автомобилей, просто били, громили и так далее. Знаменитый вопрос, кому это выгодно. У нас сейчас предвыборная идет гонка, скоро выборы будут всеобщие. И, скорее всего, это выгодно антиправительственным силам. В том смысле антиправительственным, что есть другие партии и движения, которые хотят, это легитимно, которые хотят с помощью выборов прийти к власти. Это все легитимно. Нелегитимно это громить, подрывать, увязывать правительство с этим несчастным случаем, увязывать правительство с положением эфиопов или эфиопских евреев. И так, и так можно говорить. Поэтому я очень осторожно говорю. Есть эфиопские евреи, а есть неевреи. Причем огромное количество, сейчас мы об этом скажем. А я не знаю вот этот, не могу ничего сказать. Я не знаю, кто погиб, не знаю, не хочу говорить, это не имеет значения. Но перейдем теперь, установив то, что довольно очевидно было, что оппозиционные силы использовали этот несчастный случай для создания атмосферы анархии и обвинения правительства во всем этом. А это уже точно, и это все действительно нелегитимно, это точно, но по многим причинам не расследуется. По многим причинам сразу были найдены виновные, это вот этот полицейский, сразу были найдены виновные, это правительство Израиля, которое плохо относится к эфиопам. И, естественно, тот, кто стоит во главе, 10 лет уже во главе правительства Израиля, это Бениамин Таняо. То есть все прямо сшито поликалом и красиво для предвыборной борьбы. То есть нелегитимно совершенно и подло пользоваться несчастным случаем для политических интересов. Ну, это, как говорится, такое явление существует. Но всему есть историческая подоплевка. Когда обнаружили в Эфиопии, а это еще в 19 веке, группы людей, которые утверждали, что они евреи, что они исторически происходят, от евреев еще, которые ушли туда, в Эфиопию, при первом храме, то есть две с половиной тысяч лет назад, стали их посещать, стали смотреть на их образ жизни. С одной стороны, они не совсем образ жизни, к которому мы привыкли евреи вели, должны были вести. Они утверждают, что они ушли еще, когда не было Мишны, не было Талмуда, поэтому у них только знания из Танаха, из Библии. Ну, и это не совсем точно было. Но, допустим, некоторые раввины не считали их евреями, другие раввины считали евреями. Я ничего не могу сказать. Скорее всего, действительно, это просто так не бывает. Наверное, они действительно как-то происходят от людей, которые или, может быть, действительно жили когда-то в Израиле, три тысячи лет назад, и потом постепенно перемешались с местным населением Эфиопии, или просто какие-то группы эфиопских граждан, так говорится, племен. Им понравилась Библия и прочее. Они приклеились как-то к еврейскому дискурсу, к еврейской истории. И стали считаться евреями, искренне, и все. Вот тут я не подвергаю сомнению, потому что их унижали, и так далее. Это действительно нужна была искренность. И вот когда главный раввинад Израиля принял постановление, что они действительно евреи, но из-за того, что у них не было ни Талмуда, ни Шухана Руха, ничего, они должны на фоне их желания быть евреями, желания искреннего в течение поколений, надо сделать им так называемый облегченный геюр, не потому что геюр должен быть облегчен, а потому что они то ли евреи, то ли неевреи, то есть 50%. То ли так, то ли так. Если они были бы неевреями, то никакого облегченного геюра не может быть. Если евреи, то геюр не нужен. А тут нужен облегченный геюр, и для этого нужно, чтобы дети познакомились с еврейской жизнью, надо послать их в еврейские школы религиозные, хотя бы на какое-то время, и так далее, и так далее. И они, первая волна пришла где-то в 84-м году, потом волна была в 88-м году. Итого 80%, 70% вот этих эфиопских евреев оказались в Израиле. К ним привыкнули еще несколько групп, которые явно не евреи, но в силу политических обстоятельств, пропаганды и всего такого, их тоже стали считать евреями. Кто провел эту пропаганду? Те, кому выгодно, чтобы сюда приехали не евреи. Это левые, социалистические или не социалистические, левые светские партии, движения, силы, которые просто, их задача уменьшить влияние Торы, влияние евреиства в Израиле. Потому что сами не настроены, увы, к сожалению, совершенно антиеврейские. И вот я уже жил в Израиле к этому времени, в 86-м году, и лично видел, что я жил в центре абсорбции, где были несколько семей из Советского Союза, то далее я был очень маленький, у нас было только несколько семей в общей сложности, и много из Эфиопии. То есть я видел этих, кто приехали из Эфиопии, неважно, кто они, что они, не в этом делал, тогда еще они были те, кто, я думаю, были евреями, потом уже приехали вот эти неевреи, и этих Эфиопов, их приняли с распростертыми объятиями, и предоставляли им места в школах, и всевозможные льготы, и с большой симпатией к ним относились. Но я сам видел, как приходили активисты из партии Мерец, из партии Труда, ну и даже беспартийные всякие вот эти, левые материалисты, назовем их так. Или, как у нас на сайте мы пишем, представители Северного Теревима. Это, так сказать, светская мелкобуржуазность такой, антиеврейская. Стали приходить и буквально уговаривать, подкупать, убеждать этих Эфиопов, эфирских евреев, назовем, не ходить никуда учиться, не интересоваться Торой, не интересоваться ничем, не посылать детей в еврейские религиозные школы, ничему не надо, все хорошо. Что вышло из этого? Часть, конечно, не послушалась их. И они посещали вот эти еврейские школы, стали религиозным уже по-настоящему, все они буквально, я не знаю, в какой процентах, 10, 20, 30 процентов этих Эфиопов, я не знаю. Но они заметны в нашем обществе, они присоединились к еврейскому образу жизни, к еврейским кругам, их легко на улице, мы же плохо отличаем людей из других стран. Так вот, Эфиопов, они в кипе ходят, с покрытой головой, они похожи на религиозных евреев. В этих демонстрациях не было никого. Они все хорошо устроены, они все живут нормально, все живут в квартирах, у них есть синагоги, или они ходят, очень многие в обычные синагоги, я знаю, много и видел, много и сегодня видел, буквально сегодня тоже, по случайному совпадению, я видел несколько религиозных евреев, которые ходят с кипой на голове, и люди благородного вида, благородных занятий, толковые, все хорошо. А те, кто были оторваны от этого, вот с помощью этих левых и социалистических, и материалистических движений, они, оторвавшись от своих традиций, не важно, еврейских, полуеврейских, не важно, но традиций, превратили, тоже называется, в люмпеля, в людей несерьезных, назовем так, многие из них идут путями уголовными, хулиганы, просто не все, но многие, и из-за того, что это так, их еще дальше подзуживают, что это все виноват, Ликуда, виноват, Натаняу, и прочее, и прочее, это просто бред, так говорит, потому что все правительства Израиля, все партии примерно одинаково относились с Капиопом, ни в плюс, ни в минус, надо сказать, Ликуд не лучше, и не хуже, все одинаково, по-моему, но те, кто не пошли по дорогам, Торы, жизнь была у них, есть, сломана, криминал, это то, что о них можно сказать, и вот эти трое людей, о которых шла речь, и один из которых погиб, это из этого криминала, там дела были, на нем тоже, кстати, те или другие, одни говорят больше, другие говорят меньше, никто не отрицает, что были заведены уголовные дела, уже либо 16, 17, 18 лет, и прочее, прочее, это не ангелы, те, кто пошли по путям, правильным, а они, вот эти эфиопские евреи, люди очень такие мягкие, добрые, хорошие, можно сказать, а те, кто не пошли еврейским дорогам, это уголовщина, криминал, многие из них, многие нет, конечно, не без этого, всегда есть разные люди, но мы говорим о статистике, и поэтому полиция зачастую пресекает их действия, потому что иначе будут погромы и прочее, наверное, я допускаю, как всегда, полиция, слишком резко реагирует, тоже такое может быть, не в случае с этим полицейским, который, повторяем, не был даже на посту, он просто гулял со своей женой, с детьми, как полицейский, так сказать, не на посту, у него все равно, он в гражданской одежде, у него все равно был пистолет с собой, и произошло то, что произошло, теперь, кто подстрекал, и прочее, как мы спрашивали, и, наверное, уже всем все понятно, несчастный случай, еще один элемент, это разрушение нашей страны, стороны тех евреев, которые отошли от Торы, которые не связаны с Торой, и у которых внутри их сердца кипит нелюбовь и ненависть к Торой к нашим традициям, наверное, они тоже когда-нибудь исправятся, наверное, надо об этом молиться, но на сегодня дело обстоит так, многие эти движения, партии, организации, я не буду здесь перечислять никого, надо читать наши материалы, разделе аналитика, фактически разрушают нашу страну, и это один из примеров того, что произошло, попутно они разрушают жизнь этих относительно тихих и хорошо настроенных людей, которые приехали из Эфира, безотносительно их принадлежности к нашим народам, но они были более-менее все тихие и доброжелательные, из них, многих из них превратили в озлобленную массу, в толпу. Нехорошо, но мы с этим тоже справимся. Всего доброго, до свидания.